35-летнего жителя Нефтекамска, имя не уточняется, подозревают практически в государственной измене. Ну, про госизмену шутка, конечно. В браконьерстве мужика обвинили в рекордном причем, и вот это уже не шутка. Короче, следствие установило, что с августа прошлого года по мае нынешнего злодеи его друзья под видом рыбаков выловили из озера Лобода 6,5 тысяч тушек раков на 300 тыр по рыночным ценам, чем нанесли непоправимый ущерб государству и экосистеме, браво! Браво правоохранителям из Башкирии, настоящих мафиози взяли и природу мальца сберегли заодно. Сейчас ребятам конкретная статья корячится, подробности дальше начинаем. Ну так вот, СМИ Башкортостана об этой истории неделю гудели, хотя, с другой стороны, забавно, конечно. Вот лично я, например, неоднократно рассказывал в эфире о том, как вандалы вообще целые озера сливают или там реки вспять поворачивают. Для чего? А чтобы какой-нибудь коттеджный поселок на этом месте замутить, как вариант. Пустить природный водоем, а заодно и соседний, созданный уже людьми, пруд. Неизвестные тут готовились с выходных. Сейчас разрушили дамбу. Прежде экскаваторщики рыли канал метров 600 длиной. Любопытным объясняли, это некий федеральный проект. От Дона начали сюда копать. Просто в шоке, как это так. Всю жизнь, наверное, здесь было озеро, и сейчас его нет. Или землю продать под какие-нибудь, ну, очень нужные склады. Об исчезновении притока Клязьмы, реки Ватса, огибавшей Ногинск, жители района Красный Электрик узнали, когда их пятиэтажки начали в буквальном смысле тонуть. Слышите, там вода копает. Это бежит грунтовая вода. Мы разговаривали с сантехниками. У них здесь стоит мотор. Они его даже не убирают отсюда. Насос. Да, они все время откачивают воду. Но никому до тех историй дела не было. Представляете, что такое озеро? Слетели реку осушить. Тут и в деньгах не 300 тысяч ущерба, и экосистема пострадает покруче. Я же и огромное количество моих коллег с упорством идиотов рассказываем и показываем, как Сибирь тысячами гектаров вырубается. Там вообще о миллиардных потерях речь идет, и о конкретной катастрофе с точки зрения экологии. Ну или Свердловскую, Челябинскую области. Давайте вспомним, сколько природы там просто угробили владельцы промышленных предприятий. А еще, сколько браконьерской икры и рыбы ежегодно ведется с Дальнего Востока или там из Астраханской области. Да больше половины продаваемого в магазинах это левак. Но что-то СМИ помалкивают по этому поводу. Да и правоохранители не хвастаются как-то подвигами про задержание черных лесорубов или икорных баронов. А тут мужик пару тонн раков за год выловил из озера шухер на всю Башкирию, а теперь на всю Великую и Могучую. Нет, я не оправдываю браконьерство ни в каком виде, но хочется какой-то справедливости, согласитесь. А то про тех, кто ворует составами, да еще в связке с чиновниками, история умалчивает. А спер человек на копейку, пыль до небес. Хотя, подозревая, просто не поделился этот деятель с кем-то. Впрочем, что там делить? 300 тысяч. Ладно, это реальная журналистика, не веселые новости с полей, как обычно. Поехали. Американцы в отношении России новый пакет санкций решили ввести. Как заявили авторы законопроекта, эти санкции станут самыми жесткими. Ну, давайте посмотрим, о чем речь. Итак. А. Пиндосы планируют исследовать личное состояние Владимира Путина, его происхождение и бла-бла-бла. Думаю, этим они вряд ли кого-то удивят. Б. Персональные санкции будут направлены теперь не только против российских олигархов и политиков, но и против членов их семей. Тоже не сенсация. Давайте экономическую сторону вопроса изучим. Американцы хотят ввести ограничения на сделки, связанные с энергетическими проектами, а также обслуживанием внешнего долга РФ. ОНЭ, впрочем, заденет в основном интересы иностранных инвесторов и забугорных держателей облигаций федерального займа. Собственно, все. Конкретная тетя Маша и дядя Валера из Верхней Пышмы под санкции, как и до этого, не попадут. Хотя, уверен, по телевизору им расскажут другое, и они, естественно, даже громче олигархов ногами станут топать. Проклятый Трамп, что ты творишь? От имени всего народа России заявляем тебе, Трамп, мы ненавидим тебя, мы ненавидим твою политику, так как ты ненавидишь свой народ. Ты принимаешь наших перебежчиков, наших изменщиков Родины, ведешь сплетни постоянно на весь мир. Дальше так продолжаться не может. Ты подогнал корабли к берегам Сирии. Ну вот он, образец среднестатистического российского дурачка, который озабочен этими новыми санкциями по самое не могу. Он ведь уверен, ох, не сладко ему придется, когда у Виксельберга какого-нибудь очередной личный счет в офшоре заблокируют, ну или если въезд еще одному депутату-единоросу в США закроют, а то и в Австралию. Хотя че с них возьмешь с убогих, им же специально гниль всякую в уши льют, и они в принципе не отражают, что их дурачат. А вот теперь серьезно. Зато по центральным каналам вы вряд ли услышите, что кипиш-то вокруг вот этой свежей порции санкций, самых жестких, связан совсем с другим геморроем для элит, а именно с тем, что американцы собрались поставлять оружие в те нестабильные регионы мира, на которых и наши папики бабло всю дорогу делали. Договоренность, потому что существовала некая. Вы туда вооружение и военную технику потолкаете. Мы сюда, никто никому не мешает, всем хорошо. Ну вот теперь, сказали за океаном, фиг вам о недоговоренности, давайте-ка кошельками и связями по-настоящему померяемся. Однако, повторюсь, в эфире Кисель ТВ вам сейчас с утроенной силой начнут врать совсем другие вещи про какие-нибудь поставки несуществующих сверхурожаев хлеба на Марс, например, чему штаты активно собираются мешать, и пипл опять схабает. Вот что печально, даже не смешно уже. Ладно, давайте к проблемам нашим, земным. Воркуту вас приглашаю, вот уж где Трамп гарит по полной гайке, отвлек, понимаешь, внимание россиянского населения своими санкциями, а сам под шумок в Воркуте пакостит. Ну вот, например, некоторое время назад Министерство благоустройства той самой Воркуты порадовало всю страну одним из лучших социальных проектов, они там практически воду в вину научились превращать. Ну а если совсем честно, старый жил фонд в новый за недорого. Радости жителей не было предела, а руководство заполярного городка утонуло в аплодисментах, благодарностях и почетных грамотах. С самого верху в пример их чиновникам-бездельникам из других регионов давай ставить, прошел год. И посмотрите, что натворил меда-мерзавец Трамп, чтобы подгадить хорошим людям, слугам народа в смысле. Нехороший человек, честное слово. Впрочем, ребят, то, что я вам покажу дальше, вот я даже комментировать это не хочу, и смех, и грех, потому что картинка сама за себя все скажет. Передаю слово моим воркутинским коллегам. Внимание на экран. Новая дорожная разметка наносится прямиком на старую, причем не точно на нее, а огибая ее волнами, лиминецкатами и другими геометрическими полосами. На углу городской поликлиники установлен знак «Въезд запрещен». Но обратите внимание, его не видно не то, что водителям, пешеходы его не видят, но тем не менее, если человек проехал, оштрафован он будет, поскольку нарушил правила движения. Но найдите его. На тротуаре, который ведет через Тиманский мост к поликлинике, поставили странный светофор на ржавом столбе, который стоит буквально посередине этого тротуара. Непонятно, как людям здесь расходиться, но самое главное, любопытно, как зимой будут чистить машины. Полную версию этого кино вы сможете увидеть, перейдя на моей страничке в YouTube по ссылке в описании к данной программе. Господа, сделайте это, оно правда того стоит. Мне, к сожалению, лимит эфирного времени не позволяет показать всю прелесть инновационных решений воркутинских властей. Но вы, жители других городов страны, не расстраивайтесь. Не только в Воркуте чиновники усердно трудятся на благо людей. В любую точку на карте нашей славной страны ткните, там тоже все не менее прекрасно. К слову, в сентябре из отпуска выйдет программа «Вести» без Киселева и с новыми силами займется сбором абсурдных новостей из российских регионов, составляя затем топ. Так что Трампу и Меркель недолго осталось втихаря пакостить. Пока же мы расскажем обо всех их подвигах, а на сегодня пора закругляться. И это была реальная журналистика, так и живем. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее прямо надо мной, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Когда знаешь как, не умеешь, не можешь сам, но можешь научить, ты профессор. Когда не знаешь как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать. Если эти суки сделают не так, ты президент.